Когда классные фотографии, когда большая аудитория, и ты можешь полностью предсмотром отчитаться в плане того, что было проделано, да, и что они за свои деньги получили, это здорово. Но чемпионаты экстра-классы, типа как экстрематики. Вот как тебе было выиграть турнир, но при этом жить в хостере за 20 долларов, или как 18 баксов, тупо как дорожки, и это не перевариваться. Это круто или нет? Вот как ты думаешь, может лучше, меньше призовой, но чтобы реально это было? Нет, я думаю, что должно быть все в меру, там было слишком ужасно, но должно быть не павкусно, то есть должно быть все четко, аккуратно, то есть если я варят на СВЦ, что там будет завтрак, и мы приходим, это в одни круассаны. Так пусть кофе вкусно. Кофе отличный, но не круассаны пустые. Куфстейк, да, да, да. Ну вот, ну как бы, это должно быть в меру, пускай это не будет мега-завтрак, но это будет нормально, то есть для тот завтрак, который, кстати, в том даже, вот здесь, где нужна Энскремастерс, там был отличный завтрак. Ну не понятно. И на самом деле я считаю, что еще уровень-то высок, но не настолько, и в будущем все-таки, я думаю, выработается буквально уже там 5 конкретных организационных организаций. Как боксер-лик, один, 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 один. И у них уже все эти моменты за счет большого опыта, все, у них уже будет отработано. То, как бы, если вы, если сказать насчет ESL, то есть у них были пробелы, связанные с тем, скажем, жильем, да, то у них был большой бонус за тем, как они вот следили. Мне просто поразило, что мы играли на одних компьютерах, и мы на них играли целый, потом весь турнир. Ну, носили сами. То есть они, да, просто брали, переносили, все, делали. Ну, это не сложно, это очень удобно. То есть за 10, и не надо тратить время на настройки, ты просто можешь... Вы шанов тогда играли, то есть там еще бонус, то, что они маленькие. Это тоже, кстати, позитивная вещь. Ну, как бы, плюс ко всему, у них никогда не было пробела вообще с какими-то настройками, там, с железом. Вообще, у них всегда было идеальное железо, всегда у них, да. Ну, и хотелось бы, чтобы, допустим, в турнире, как это, допустим, на 33 команды добавлялся еще один на проводение. Три, да, чтобы было минимум? Как минимум, да, три дня. Ну, да, плюс ко всему, у них, да, вот, идет именно по этому, это тоже очень важная урок. Вопрос, а вот вы, да, вот, оптимальная схема проведения, как вы думаете, для вот турнира на большое количество команд от вас? Я думаю, что вот это, вот это идеально. Первый по выставке и плей-офф, плей-офф сингл или дабл? Бест-офф три сингл. Это самое, да? Да, это самая оптимальная. Ну, это честная тема? Это честная тема. Ну, бывает такое? По-моему, это самая оптимальная тема. Мне, знаешь, что надо было си жаловывать? Помнишь, такая, вроде же, ситуация, вы проиграли, да, французам? Да. Вышли на втором месте, ебте, ну, это уже, извините, да? Контур-стратисты 2. Все заслуживает. Понимаете, так очень сильно расстроился. Ты на кого вы в первом туре попали. Эти ребята по силам реально могли быть топ-2-дабл. Да. И вот когда вот такие штуки происходят, мне кажется, от них безо полностью гарантируют. Здесь, 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 как бы, может быть, присутствует момент, если так приходит, фактор монетки. Вот это еще бонус. То есть, когда ты выходишь с одной группы со второго места, хоть с первого, хоть со второго, ты можешь попасть в любую сетку. Удачи. Ты кидаешься в монетах, да. Так-то и не на 100%. Вот этот момент, кстати, тоже очень прикольный. Ну, в самом деле, мы заслуженно заняли второе. Да. Проиграли, и что? Они заняли первое, по расстатам они должны были нас обыгрывать, и у нас там было жестко, кстати, за группы с МТВ. Не будем уже о прошлом. Ну, как бы вообще. Я с него, пацаны, чего? Да, я хочу пару слов, там, буквально, от себя сказать просто всем. Кстати, какие-то есть какая-нибудь прикольная? Нет? Крикуха? Крикуха? Крикуха или что? Нет, молодой все. Молодой это Сталин. Молодой все. Все пацаны в глазах, друзья, все добрые. Нет, смысл заключается в том, что я в последнее время стал меньше читать комментарии и смотреть, как бы, всякие расклады на таких сайтах, как ProPlay, на таких сайтах, даже как Game Insight, который вообще был один из моих любимых сайтов. Вот. Потому что мне неприятно просто видеть те моменты, которые пишут люди. То есть фаны или просто тот народ, который следит там за Киберскомьюнити. Вот. И мне хотелось бы от себя сказать, ребята, просто не надо делать такие выводы, там, от каких-то результатов или от каких-то неудач или удач. Просто, как бы, оставайтесь людьми, пожалуйста. Вот. Ну и любите друг друга. Ты против грязи, да? Да, я против грязи. Я сейчас много, да? Я хочу, чтобы было все хорошо. Потому что мне это все не нравится вообще полностью. И я буду с вами серьезно разбираться. Спасибо. Спасибо пацанам. Тебе, Мурату Жумашеву еще. Да. Я организатор. Всем спасибо. Правда. Молодцы. Давай. Давай. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok